Серед постойной напруги, нехай спорт поднимает тебя. Здравствуйте, друзья. Сразу на 10 триллионов рублей наперебещал обещанное. Так громко, ни один свистун в мире еще не свистел. Мы одна большая семья. Мы вместе, и потому сделаем все так, как планируем и хотим сделать, как мечтаем. Верю и в наши победы, в успехи, в будущее России. Твое лицо, когда ты слышишь, что путинские генералы берегут людей. Выросла, прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, грамотно исполняют свои задачи, используют новую технику. Сегодня Россия крупнейшая экономика Европы по размеру валового внутреннего продукта, по паритету покупательной способности. И пятая в мире. Ну, короче, экономика развивается. Доходы граждан еще немножечко подросли. Она биулина, не грустная. Не, она просто книжку читает. Нанотехнологии. Вытаскивают снег на проезжую часть и размазывают его, как масло по хлебу. Москва. Администрация города Переславль-Залезский отправила 2-й армии мира в фуфайки, спецовки и рабочие робы. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Вторая армия мира, в которой воюют сварщики в спецовках, дворники в фуфайках и сантехники в робах. Город Оренбург, действующий госпиталь, Минобороны. Навстречу герою надо знать в лицо, военные преступники пришли со спрятанными под шерфом лицами. А то, не дай бог, кто-то лица героев узнает. Журналист, который брал интервью у Путина, говорит, это было самое тупое объяснение денацификации, которое я вообще слышал. Песков, Кириенко, вы на что деньги потратили? Синий депутат Олег Кудря, Белгородская область, глава щетиновского сельского поселения, собирается в президенты. На кого я похож? Я похож на зама Медведева. А что, не похож что ли? Ярославль, величие вмерзло в сосульку. Привет, обманутый россиянин, город Санкт-Петербург, проспект Тереза, положили асфальт. Ну вот это, какая там, вот она, посмотрите. Не, нормально. Ножка, где неровно, надо аккуратно землю вот так вот присыпать. И можно идти дальше, голосовать за стабильность. Челябинская область. Элеватор Нижнянский не выдержал обращения президента. А вот это, ханты-мансийский автономный округ. Один из лидеров по добыче нефтегаза. Дом отрицательно укрепился прямо на камеру. Кадал, так вот соседний сейчас будет рушиться, смотрите. Вот, вот, вот. Смотрим внимательно. На соплях держится. Пожилой дедушка ставит мозги на место. Как вы считаете, действительно ли помогают воины, диктаторы, которые удерживают свою власть или зачем они их ведут? Ну, ему главное, все-таки, в конечном счете удержаться. Как он может удержаться, если он будет сидеть просто на месте ровно, да? Ну, его просто поменяют. Он должен создать ситуацию, когда все, без него никак. Потом надо иметь в виду, что когда он уже такого превратился, у него психика искажается, и он считает себя уже мессией. Он считает, что мало здесь мне, в этом дворе, вот. Я должен навести порядок вот дальше, в мировом масштабе. А ему же ведь в уши дует, что ты самый гениальный, что без тебя вообще мир пропадет. И он же в это правда верит. Здесь уже психиатрия. Ну, война это инструмент. Хотя обыватель скажет, как я скажу, а зачем воевать, если эти деньги сейчас, вот эти деньги перевести, там, образование, дороги, все, очевидно же. Этих денег хватит, чтобы наладить. И люди будут аплодировать тебе. Ну, казалось бы, ну, нелогично. Это кажется нам. У кого еще есть там чем думать. А там-то уже психика сломана. Ему надо расширять свои эти полномочия. Он уже не мыслит этими категориями. И второе, что Сталин понимал. Управлять необразованными, нищими людьми легче, чем интеллектуалами и обеспеченные. Обеспеченные тут же тебя свернят. Скажут, а зачем мне такая экономика? Мне нужна вот такая-то, такая-то. Вот смотрите, как там. Вот смотрите, Карелия и Финляндия. Да, в Финляндии живут хорошо, Карелии плохо. А это же одна страна, Карелло-Финская. Это один народ. И там ресурсов ноль. А здесь их в тысячи раз больше. И сразу человек скажет, да зачем ты нам? Я пойду вот как там. Я прямо его себе выберу на царство. Поэтому надо, чтобы человек еле-еле выживал. И тогда ты дашь ему три копейки, и он будет отдавать жизнь. А обеспеченные не пойдет. И поэтому нужно именно население. Не образованное и нищие. Но это прописанная истина. Американские пенсионеры места себе не находят перед огромным американским госдолгом. Вот как бабулька в Америке живет. На вот такой тачке ездит. Там у нее гольф-кар. Заходите. Проходите в гостиную. Это единственная комната в доме, где хоть как-то тепло. Я сейчас консервы собачьи даем и приду к вам. Вот такой уровень жизни бабушек в Америке. Если хотите так же загнивать, то есть если не хотите так загнивать, то надо бороться. Бороться до последнего. До свидания. У Dollars.